так друзья интереснейшая тема значит как ни странно сторонник ярый дачных садов и противник промышленных садов не считая тех садов которые существуют имеют определенные традиции вот сейчас мы с вами эту тему будем раскрывать то есть повторяю ярый сторонник наших садов и соберу все против промышленных садов вот потому что остается как же так железо впрочем у него же методика безукоризненная тогда что будем делать искать компромисс я специального заманиваю это будет так от простого дачного сада промышленного сада по ступеням никаких сразу как вот было и сейчас есть такое даже мои ученики бах сразу где-то взял саженцы а вот в питомнике называют название питомника я набираю это название вижу что у них нет ни одной фотографии сада тогда я спрашиваю этого товарища давайте вот эту картинку изменим я тогда спрашиваю этого товарища а вы спрашивали где они берут саженцы у них на сайте нет ни одного этого фотографии сада я уже не говорю про фильмы тогда он обращается к ним получает ответ мы по двое получаем поворачиваем другого места получаем веточки культурные приливаем и продаем осада нет вроде бы компромиссы вроде бы все по-честному а где гарантии что им прислали веточки те самые и чтобы веточку прислать его надо срезать и скалечить дерево чем проще сорт тем он лучше переносит эти пересадки а уж роскошные сорта дохнут только так от этой облески видишь сколько я ну что поехали и так будем как назвать этот фильм я сделаю две серии сейчас поймете почему назовем или пчелы против мёда это я оставлю на потом свое искромет на эти шутки поехали и так делим на две части ищем компромисс допустим человек хочет положить деньги максимальная отдачу он может получить с помощью продажи саженцев вот как в данном случае мой сын сергей жильев так вот и так продажа саженцев сразу и эти же уже своими руками выращенные саженцы могут стать основой чего правильно будущего собственного промышленного сада но только таким путем а не так когда оказалось что человек несколько тысяч саженцев купил а питомник который бы продал сам никогда не видел ни одного плода вы представляете это все за это самое за лохотрон и так будем разбираться делим на две части первое посвящено быстрым деньгам выращивание плода питомника и имея неважно 5 соток 50 соток 5 гектар или 50 гектар сразу 50 гектар мой совет не засаживать как их удержать чтобы они не заросли лесом это главное боль того кто умудрился взять или такой участок приобрести гигантский поехали я буду комментировать это будет как бы и путешествие по питомнику сергея железа так и попутно буду давать советы немножко без системы я должен как начинай берем семечко откуда взяли берем упавший плод потом значит мы этот плод семечко выделили помыли высушили потом рассказать как хранить как серфицировать все есть пять с половиной тысяч фильмов вы не верите вы были у меня когда-нибудь вот здесь вот вот здесь вот смотрите внимательно вот она всего у меня подписчиков 22 тысячи а видео пять с половиной тысяч это надо умудриться когда-нибудь не знаю это в царские времена людям так сказать почетным гражданам давали ордена просто за добросовестную работу сейчас у нас гениев назначают вот выдающихся назначают вот и сами понимаете и так горькие слова сказал возвращаемся сюда по ходу буду комментировать сколько могу займет 20 минут это будет просто путешествие по саду поехали так работа обыденная в саду под бутылками день идет за два три получается вовремя привитые а привитая это на границе весна зима весна осень и возревает даже в сибири но это это мое так сказать предложение к вам а если просто привить сибирского лета не хватает и массовая гибель обеспечена вот ну сало как сало вот это добросовестная работа сергея с покупателями вот значит одновременно идет вот допустим этот участок после этого он перерастал 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 так а на переднем плане видите дерево если приглядеться вот там самым левым левым этом самым слева там саженец уже не однолетний и вот не однолетний а двух-трехлетний то есть питомник плавно переходит сад то есть больше деревья лучше из лучших остаются на месте и вытесняет питомник на другое место дальше идет прикупка земли всего я потратил больше двух миллионов покупаю кусочками земли у соседей и я это назвал кочущий питомник вот а вы можете так начинать с несколько суток а главное чтобы там за вашим наградой было что пустое никому не нужное поле или вы заранее уже отхапали эти несколько гектар и вот таким путем его можно засаживать почему начинать сначала почему густые посадки а не сразу раскидать на весь участок вот охранять легко понимаете ухаживать за ним легко поливать легко а потом саженцы которые не все взойдут у вас новички же будете часть из них будет просто мертвые а рассаживать а потом увидеть что мертвый саженец это тоже не дело я предлагаю вам начать то что называется в науке в школу к вот потом начинается через этап и так собирается посылка 100 саженцев отправляется в санкт-петербург вот вот такой вот добросовестный полдня сколачивал этот ящик ну и 100 саженцев стоило потерянного времени петербург отправил ящик мощность колотил сейчас наделась чуть иначе но тогда бы это было так и так как на следующий год поступил еще один заказ на 100 значит первая сотня не разочаровала вот время время такое сейчас я вот так вот возьму уберу вот смотрите внимательно 4 апреля вот когда на воду почему я говорю что это мои подлинные фотографии наводишь мышку даже ничего не нажимаешь 7404 2018 год поняли да вот идем дальше чуть-чуть что-нибудь пропустим значит уже матышном саду нет не так уже в этом саду который не саду а питомники вот они саженцы некоторые сразу на второй год будучи первым вот не продано на второй год уже вы видите плодоношение это плюс многие не терпятся и самое главное видите белые пятнышки вот 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 это значит что когда вы копаете чтобы знать то есть где корневая шейка раз и пятнышко смотрит на юг это важнейший момент для плодопитомника для вашего будущего авторитета этого не делает никто 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 и даже не знают что это надо делать саженец первый год или вот этот второй год растет он одной стороной обжигался солнцем а со стороны севера он обжигался лютыми этими ветрами и морозом стоит его развернуть и он при посадке будет болеть переживаться опять привыкать к новым условиям это не дело ну а саженцы железовых славится своей этой мощью вот это знаете почему интересно чем интересен этот саженец вот его не купили вот не купили все кому-то 1000 рублей дорого показалось то время уже 1000 стоило он взял и заплодоносил что тогда я сказал сергей оставляем навсегда хоть и все у нас таких уже десятки вот не купили не надо а там же все равно веточки нужны для под на прививку вот ну чем впечатляет почему вот здесь они так стоят в тенечке вот и тут отправки в краснодар злейте на качество это вам не дебильные саженцы с этого самого магазинах продают простом магазинах розмарных пищевых продают саженцы они все мертвые а люди этого не знают вот пожалуйста вылочная вишня видели плоды вот эта работа а вот это с магазина как сравнили еще раз вот и тогда только вырасти вот такие саженцы вот кстати видите это все рынок ну а я еще кроме этого издал книги и продаю книги но пользоваться спросом очень плохо к сожалению если бы лет десять назад раза брали бы на части вы меня и вместе с книгами но к сожалению к сожалению к сожалению сейчас интересно носу падает вот так это выглядит сажен он все равно поврежденный корр ну уж как можем так выкапываем а дальше весна помните апрель вот он вот слева вот вот апрель и вдруг не успели даже закопать и снег выпал ни одного не погибло вот возвращается зима ну и что под бутылками просто так комфортно вот так вот ну и качественные посылки еще раз сравните с этими якобы ну не буду называть питомник зачем их позорить вот это настоящее садоводство вот этими прославились ну и подрастает поколение саженцы написано здесь мировых стандартов и редчайший случай когда без обмана правда мировых стандартов знаете я показывал предыдущем фильме вот это вот неудобно показывать еще раз фотогалерею а то не каждого это нервы крепких полида надо пить идем дальше вот она работа вот эти двое могут взять тюмерскую академию которая честно говоря на нее смотрят как на лаковый кусочек земля под саженцами под деревьями стоит миллиарды вот единственная возможность ее не закрыть это перейти на новую технологию в сибири вывести все саженцы семена и черенки вот эти вот людям ну допустим представим себе мечтать не вредно представим себе что допустим ну кто там тюмерская академия команду это наверное академия а вот зам по науке вот стоит слева зам по производству справа вот это может быть это коротко и тогда буквально три-четыре-пять лет и уже тюмерской академии не стронишь место там могут расти сорта мировых стандартов ладно уговорили еще раз вот она фотогалерея можете представить это в москве у них этого нет в помине и быть не может потому что они даже на это не замахиваются тюмерская академия присвоила мою фотографию железного переименовала сорт серафим на сорт якобы успех сделала ему выдумала выслала из пальца биографию этому сорту вот и продает саженцы под этим названием вот представляете до чего дожили вот это все может быть подмосковья ну бывает исключение все понятно но большая часть из этого так идем дальше я пропагандирую плода питомник идем дальше на наши конкуренты внимание а это северногорская это рынок внимание испанский слива ну средняя азия рядом пожалуйста говорить по-русски писать еще не научились понятно да вот даже в таком виде ни один не меня не погибает даже в это время время знаете какое 18 апреля вернула зима это будни в саду вот это вы можете вырастить и продавать причем довольно быстро как сейчас объясню кстати ценнейший материал уходит после обрезки вот это все отрезается от 1 2 летних саженцев и сжигается это для науки это как знаете золотые собородки это как сразу экономия не миллионов рублей нет разворот так много сэкономить и один миллиарда поверьте я знаю что говорю здесь в них уже морозостойкость 40 градусная и качество не утерянное не на грош вот так питомник выглядит весной на переднем плане видите что это маточное дерево оно все искалечено вот оно вот одно это самое видите пока нет вон еще есть еще есть он и не на дальнем плане видно это как постепенно выдавливается питомник а вот приносить его больше некуда вот шушенская сергею покатала кукиш землю захотел пусть зарастает эти тысячи гектаров пусть они зарастают этим лесом и зарастают но сдать нельзя не положено земля сельхозназначение идем дальше а вот так уже чуть позже видите вот это есть матрасный сад постепенное превращение и у вас будет так же и и расширяться будете друзья суток на гектары ну вот так выращивать сергей врачи сергей врачи сергей это уже лето пошло ну это он еще был до 15 на таким вот получили прямо питомники так у меня заложено горло и еще и насма поэтому я немножко от вас извините прячусь так дальше дальше сейчас это уже двухлетки это приростки вот если они вот сейчас июль если не будут проданы они будут сожжены я вам покажу отличие от настоящего питомника что ничем расслее тем дороже плата 20 340 тысяч за штуку продают питомники видели я не выдумываю это все информация открыта вот а здесь на третий год не проданы и сжигаются потом покажу если дойдем вот это прямо посреди питомника и они постепенно отнимают у питомника а у вас гектары будете перри это переезжать на новое место от а следующий участок захватили освоили еще и так плоды гектаров а что именно это будет уже второй фильм что именно потому что есть проблему в которых вы не подозреваете вот помните тот адрес вот годом раньше которые они купили вот он уже смотрите какой и все и пожалуйста мы имеем возможность это и угощать сейчас немножко я это все показываю гордо так вот это питомник который еще не выдавлен частично выдавливается но еще санусь еще выкопают можно тем более в горшках вот они горшки вот уже готова к продаже идет подготовка от важнейший момент это а это самое отрезание части крона для лучшей приживаемости несмотря на горшки а видите тут если поглядеться здесь густотой щетки по которой держат чисто высокой густотой посажены волосы и вишни и все взошли согласитесь что все взошли потому что они вот так вот посажены видите сами а вот еще вылочена вишня а это вот разгром после продажи саженцев почему часть саженцев уехала без горшков всякое бывает приезжают на автобусе чертятку за тысячи километров в руках две китайские огромные сумки естественно выбрасывается земля встряхивается к сожалению раз человека нет автомобиля дальше покажу а кстати вот эти были сожжены прошел третий год не заказали не оплатили не приехали все это в костер уникальная вещь ну а дальше куда мы не продаем 3 4 5 десятилетних как другие были холтовщики вот пожалуйста и везде ветер и замеркают на второй год как положение буду маточный сад который выдавливает питомник смотрите место под питомник сокращается у вас будет куда переселяться я для тех у кого гектары но еще постепенно это мы прикупили кусочек за 500 тысяч и сразу освоили ну а потом начинается зима а это рынок это в магазинах продают все это представьте себе когда зацветает посреди зимы убедились вот и все это будет выброшены когда люди с дуру купят а вот это настоящее садоводство ну что закончим это еще раз наглянем фото галерею вот посмотрим что у нас ребята в ногах вот это почти рекламные фотографии вот это вот груши мировой лидер наши отечественные солнце главная гордость гран-при золотая медаль и вот она в сибири посреди на 1 на дальнем пони груши настоящее можно потрогать это вам не украденная фотография с интернета посмотрели сейчас я еще люблю хвастаться друзьями вот видите знаете кто это павел троценко который редактор моих книг вот редактор книг и вот этот редактор книг приезжают гости и убеждается что оказывается книги то он отредактировал напечатал вот оказывается все это правда ну это концерна показал фотографию я на савельич почему меня так много да потому что мне нужно доказывать 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 что я не это мимо мне вор не машине как многие коллеги коллеги это все в моем саду снималась это все в моем саду вот то есть я имею моральное право на такие фильмы вот теперь наверное на этом я закончу разговор но к сожалению еще скажу годы сейчас уже считаю несколько последних лет сергея железова и елена савинич потеряны зря до царльницы расслабляет это капля в море они должны светиться на федеральных каналах как то сергей что елена вот они должны светиться на федеральных каналах качестве ведущих они должны возглавлять кафедры еще несколько моих учеников вот это вот таких вот друзей пусть мы не молодые но мы еще много можем на нас не зовут вот и все заканчивает разговор и так притомник приток какой-то питомник может стать будущим промышленным садом но тогда когда вы произведете массовые посадки подчеркиваю массовые посадки вот по такому же принципу как я сейчас только показывал сейчас еще раз покажу эти посадки потому что только с этого и должен начинаться сад сад должен начинаться вот таких посадок потом распространять и хоть по соседям зарабатывать и ведь это же большие потери когда я буду говорить о промышленном саде вы увидите сколько миллиона вам потребуется до начала а попутно продавая сайлуса вы можете постепенно встать на ноги начиная допустим ну с 5 из 10 тысяч рублей на 10 тысяч рублей по 25 рублей 500 купили кусочек вот такой вырастили и пошло 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 ну вот друзья сад должен промышленный вывод начинаться с плода питомника и все что у вас адаптируется примет земля почва климат толкота дня влажность воздуха все что примет потому что две большие разницы насуществовые регионы и сырые регионы где-то будет царствовать груши абрикосы а где-то яблони и сливы по персете отдельно разговар все друзья благодарю за внимание вот еще раз годы идут зря лучшие специалисты россии причем с дипломами что сергей что елена мне вот это зло берет не нужны россии вот если бы они пошли бы где-то устраиваться в гсу агрономами так бы через сорок лет старшими агрономами были закончили не принеся никакой пользы страны никакой пользы вот если признали как можно быстро за несколько лет переделать всю страну вот мы уже не первый фильм снимаем так наверное все и останется у меня почему-то фильмы кончаются горькими словами неужели он создалось в россии не от будущего благодарю за внимание